Всем привет! Делал я по маленькому вездеход Уже двигатель поставил на будущее свое место Подушки будут под ним Сделал крепление под коробку, зафиксировал ее уже Здесь проварил тягу, чтобы коробка была неподвижна Снизу я проварил И так же соединил с подставкой по ось Приварил звезду к оси, полуоси от ВАЗ-2106 Дальше с нее цепить и будет на борт поворот уже На выходе, где Букарадан будет стоять звезда на 20 зубьев 520 от ИЖК и на борт поворот На данный момент на нем работы приостановлены, так как жду пока придет ступенчатое сверло С этой стороны на оси борт поворота будет стоять звезда На 10 зубьев заказывают 2 звезды, с китая они уже подзаржавели Пришли быстро 300 рублей одна штука Качественно приемлемая С второй стороны, ну с противоположной Полуось будет так же зафиксировано Один в один Так же звезда будет Посередине, на конце каждой полуоси Где идет шлисовая часть Будет стоять по подшипнику Так нагрузки будут большие Один крайний подшипник с этим не справится Звезда будет находиться примерно вот здесь Ведущая напротив и домой А с этой стороны будет так же подшипник 25 миллиметров внутренним диаметром И под него тоже будет сделана площадка и обоим Это я пробовал делать борт-поворот Но будет переделывать Диск будет еще большего диаметра Чтобы увеличить рычаг Двигатель UD25 12 лошадиных сил Крутящий момент 24 ньютона на метр В интернете китайские двигатели Лифаны Выдают такой же крутящий момент Только при 18 лошадиных силах Двигатель, можно так сказать, консервации Он стоял на циркулярке и запускался раз в пару лет Но продергивался он каждый год Зимой он из него из подкрышки масло выдавливал Из-за перепада давления на улице 3000 оборотов в минуту Но по паспорту он выдает 3600 Почти 6 киловатт мощность 89-го года И номер серийный Также лопнуло пужина кикстартера Мы его раньше заводили Наматывали на шкив веревку и дергали Ну и сейчас я кикстартер починю И будет заводиться ножки Глушитель уйдет с этого места Патрубки выйдут в сторону И там будет нормальный глушитель Также на нем сделано Активное воздушное охлаждение Оно будет задувать в салоне горячий воздух Если оно не надо будет То можно в сторону всегда его отвести Пока что это только набростки рамы самой Здесь она еще будет переделываться Усиливаться Подниматься выше Еще один ряд будет Двухместный Будет ширина метра внутри Общая ширина будет метр восемьдесят Вот есть покрышка От Беларуса Сейчас будем ее резать на гусеницу Ширина сорок сантиметров Внутрь для колеса будут прикручены направляющие Чтобы гусеница не сползала Расстояние между гусеницей и кузовом Останется ровно три сантиметра По моим расчетам Если они верны Максимальная скорость будет в районе Двадцати пяти километров На полуоси В этот момент Будет максимум Двести двадцать восемь оборотов в минуту Передаточное отношение С ведущего шкела на ведомую на коробке В полтора раза С коробки на первой скорости В три шесть раза Уменьшает А с ведущей звезды от коробки На ведомую на полу На борт повороте В два и два раза А уже с борт поворота На полуось В четыре и два раза На данный момент Осталось только найти полуось Дождаться ступенчатого сверла И звезду на двадцать зубьев А для задних колес Нужны задние ступицы от девятки И еще необходимы Два подшипника Внутреннего диаметра На двадцать пять миллиметров И два подшипника Внутренним диаметром На двадцать четыре миллиметра Которые на двадцать пять Это на полу На борт поворот А на двадцать четыре Это на полуоси На шлицевую часть Чтобы одеть Масса двигателя Пятьдесят два килограмма Ну или чуть больше Чем хорош двигатель Только это тем что Он непривередлив И у него очень большой ресурс По износу Это Он может в три-четыре раза Жить дольше чем двигатель Лифан По мощности им не уступает Так это был С военного генератора То и Там с запасом прочности Проблем не было Сардеповский Расход топлива Четыре литра в час Ну с этим можно бороться Поставив карбюратор От ВАЗ-2106 И закрыв Одну камеру По моим расчетам Общая масса вездехода Будет в районе Шестисот килограмм Не более Пятьсот 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 Но не более шестьсот Так же При высоте борта В двадцать сантиметров Водозамещение Уже будет Шестьсот литров А это означает Что он будет держаться На себя на полу Высота бортика Будет Выше Гусеницы На 20 сантиметров Так же над ними Еще будет крылья Чтобы в кузов Не закидывала грязь Коробка передач Четыреступенчатая Одни про С задней скоростью Купил ее За 1000 рублей И так же Звезды По 100 рублей Они уже Отходили Своя Но мне и хватит Так же предусмотрено Что есть возможность Звезды заменить На полуосях А на бортповороте Только меняя Весь бортповорот А точнее Центральные Два диска Которые будут Приводить колодки В движение За счет силы трения И звезда И все А колодки И весь остальный механизм Будет оставаться на месте Когда займусь Капитально бортповоротом То покажу Как без стаканного станка Из листа Ну из листового металла Выразить ровный диск На нем будут стоять 13 диски И при них Дорожный просвет Будет 20 сантиметров Если ставить 16 14 15 То он увеличится Но база станет Намного короче Он будет уже Не так устойчив Если даже поставить 16 диски То высота Всего лишь увеличится На 6,5 сантиметров Ну дорожный просвет А база станет Намного короче По моему Он этого не стоит Не залазить в глубокие колеи И все А больше Он нигде не нужен Гусеница будет выходить На 20-25 сантиметров За корпус Вездехода Чтобы Можно было выезжать Из-за оврагов Всяких Его можно будет Сделать Четырехместным Но я планирую Двухместным А сзади Грузовой отсек Небольшого объема На второй ручеек На шкиве Будет Накидываться ремень И идти на генератор От машины Примерно На 1 кВт Что нам будет давать Системе 12 вольт 1 кВт Для Освещения И так далее Можно будет Запитывать Также Некоторые инструменты Если поднять Через трансформатор До 220 вольт И все Помимо генератора На эту же линию Можно будет Поставить Кикстартер И от генератора Будет заряжаться Аккумулятор А от аккумулятора Уже работает Кикстартер То есть Запуск будет С кнопки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому